Всем привет! Я Вика Виноградова, это канал Рецепты для лентяев и я к вам с пельменями. Специальный ролик для тех, кто устал есть просто обычный вареный пельмень и хочет чего-нибудь такого новенького. Я вам приготовила несколько рецептов, с удовольствием с вами поделюсь. Первый рецепт это такие жареные пельмешки в азиатском стиле. Остренькие, вкусненькие и очень классные. В сковородку наливаем немного растительного масла, нагреваем и добавляем пельмени. Обжариваем 2-3 минуты до румяных боков. Сами в это время смешиваем в миске 3 столовые ложки соевого соуса, чайную ложку рисового уксуса, столько же шрирача или кетчупа. Добавляем сушеный чеснок, имбирь и черный молотый перец. Перемешиваем. Как вы уже поняли, если мы добавляем кетчуп, то пельмешки будут просто вкусненькие. А если шрирачу или табаско или какой-то другой острый соус, то еще и остренькие классные. Как пельмени обжарились, выливаем соус. Добавляем немного воды и тушим на медленном огне под крышкой 10 минут. По итогу получаем вот такие пельмени. Для красивой подачи можно их украсить кунжутом и зеленью. Можно, конечно, и не украшать, но в таком варианте они и аппетит не смотрятся, и больше похожи на азиатское блюдо. Получаются очень-очень вкусные. Единственное что, все-таки соевый соус варьируйте под себя. А если вы не любите соленой пищи, то соевого соуса берите поменьше и побольше добавляйте воды. Следующий рецепт – это супербыстрые пельмешки в сметане, которые делаются в микроволновке за считанные минуты. Гораздо быстрее, чем на плите. В миску добавляем 2 столовые ложки сметаны, столько же майонеза, полстакана воды. Перемешиваем и закидываем пельмени. У меня они маленькие, поэтому я их убираю в микроволновку на 7 минут. Большие нужно подержать 10. И все, пельмени готовы. А прежде чем рассказывать следующий рецепт, если вам нравится и интересна эта тема с пельменями, пишите комментарии, я с удовольствием сниму продолжение. Потому что у меня в голове еще очень-очень много всяких разных вариантов, что можно сделать с пельменями, как их приготовить совсем по-другому. Можно их, например, обжарить с томатами, с сыром, с грибами, сделать в различных соусах. В общем, вариантов тьма тьмущая. Если хотите продолжения, пишите комментарии. А я вам пока расскажу следующий рецепт. Это у нас будут запеченные пельмешки под сырной корочкой. Достаем из морозилки пельмени. В отдельной миске разбиваем 2 яйца, 3 столовые ложки сметаны. Солим, перчим. Добавляем специи по вкусу. У меня это сушеный чеснок и орегано. Форму для запекания смазываем растительным маслом. Обваливаем в этом масле пельмени. Заливаем яичной смесью. Сверху засыпаем тертым сыром и отправляем в духовку на 40 минут. Ароматнейшие, сытные пельмени под сырной корочкой готовы. Ребята, любители пельмени, я надеюсь, ролик вам понравился. Еще раз, если хотите продолжения, пишите в комментариях. А у меня на этом все. Большое спасибо, что посмотрели видео. Хорошего вам настроения. Всего самого замечательного. Всем счастливо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok